Добрый день, Лена! Но все идет в развитии, и тема антисемитизма в университетах, это, пожалуй, была в субботу и пятницу основной темой, которая привела к тому, что Лиз Могил, это руководитель университета ЮПЭН, президент университета, она вынуждена была подать в отставку. После всех слушаний, которые у нас были в конгрессе, после осуждения антисемитизма, вот это, пожалуй, очень характерное и очень важное действие. Когда спонсоры этих университетов, а один из главных спонсоров этого университета снял 100 миллионов, которые он платил им, он просто снял. Просто люди нормальные, вменяемые и порядочные не считают своим долгом оплачивать вот этот поток ненависти под названием антисемитизм. Борис, твое отношение к тому, что происходит сейчас, когда качнулся маятник и качнулись весы, и люди, наконец-то, стали защищать еврейских мальчиков и девочек в университете от потока ненависти, который выливается в стенах этих университетов. Ну, Лена, здесь есть несколько тем, к этой большой теме. Во-первых, это извечный конфликт между нашим правом в Америке высказывать все, что мы пожелаем, все наши мысли, все наши чувства и политические мнения. Это с одной стороны. С другой стороны, это не просто антисемитские высказывания, причем президенты, президент ШИ этих трех университетов, UPenn, Гарвард и MIT, престижнейших учебных заведений в Соединенных Штатах. Их высказывания не были антисемитские, этих дам, они были подлые, они были ужасные, они покрывали антисемитизм. И допрос в Конгрессе, а это были слушания в Конгрессе, ну, можно сказать, не допрос, а задавала вопросы конгрессвумен Элизе Стефаник, республиканка. И я не сомневаюсь, что подавляющее большинство наших зрителей видела и слышала этот допрос. Это было позорное, позорное зрелище. Когда эти дамы, когда Элизе Стефаник задавала им вопрос такой, скажите, вот хартия университетская, кодекс поведения в университете разрешает призывы к геноциду евреев, то они не могли ответить на этот вопрос чётко, да или нет. И они начинали изворачиваться. И они начинали говорить, что это зависит от контекста. Но это зависит от того, перетекает ли речь в поведение. Лена, мы с тобой не раз говорили, что высказывать мысли в Америке можно любые. Однако есть граница между высказыванием мыслей, мнений и поведением. Одно дело сказать что-то, что нам не нравится, другое дело дать по морде или бросить камень, или стрелить, или нос усадить. Это разные вещи. И у нас в Америке наказуемо поведение, либо та речь, которая ведёт неминуемо, немедленно к насилию. Разумеется, не каждая антисемитская речь ведёт к насилию. Немедленному, неминуемому. И, конечно же, если кто-то говорит, а вот евреев надо уничтожать, а все евреи должны быть убиты, а государство Израиля не должно существовать, то, разумеется, эти люди могут сказать, секундочку, это наше мнение. Мы так считаем. Давайте мы сошлёмся на дело Бранденбург против штата Огайо, о котором я пишу подробно в своей книге «Билли о правах». Это одно из центральных дел по первой поправке «Свобода слова». Там человек, этот куклук-склановец, выступал, призывал к убийству членов правительства, членов Верховного Суда, и в итоге Верховный Суд сказал, каждый имеет право на свою собственную глупость. Мы должны быть в состоянии толерантно относиться и мириться с любыми высказываниями, потому что первая поправка бьёт все остальные карты. Это самый главный козырь в колоде. И вот теперь мы столкнулись с тем, что на университетских кампусах открыто проповедуется антисемитизм. Мало того, не просто антисемитизм, а геноцид, убийство евреев. Но это же не просто так евреи должны быть удивить. Ведь люди, глупые люди, которые сейчас наполняют наши университеты, зомбированные идиоты, не побоюсь я этого слова, воодушевляются такими речами и приступают к действиям. Раз эти петиции антисемитские подписывают не только студенты, но и глубоко уважаемые профессора, то это значит, что нет ничего зазорного, а наоборот, это только похвально. Что-то сделать плохое. Я имею в виду причинить какое-то совершенно насильственное действие по отношению к еврею студенту. Что и начало происходить. Также надо учесть, что Билля правах не защищает нас от частных лиц или частных заведений. В принципе, я могу открыть магазинчик и сказать только для белых, или только для арабов, или только для евреев. Это Билля правах к этому не имеет никакого отношения. И университет ЮПЕН, Пенсильванский университет, это частное учебное заведение. Поэтому мы говорим о том, и именно Стефаник говорил о том, скажите, как у любого частного университета у вас есть своя хартия, свой кодекс поведения, свои правила. Так вот, эти правила... Мы не говорим сейчас о нарушении Конституции, о нарушении уголовного права. Мы говорим сейчас, подчеркивала Стефаник, о кодексе вашего собственного университета. Вот это как? Разрешено или нет? И не могли эти дамы ответить на такой простой вопрос. Она также спрашивала, скажите, ну вот если бы вот эти все демонстранты, подписанты, говорили бы, призывали бы не к геноциду евреев, а к геноциду черных, вы бы также реагировали на это или к геноциду любых других расовых меньшинств или сексуальных меньшинств. Давайте уничтожим всех геев, давайте уничтожим всех трансгендеров. Вы бы также сидели и говорили, что это зависит от контекста. От какого контекста, вопрошала Элис Стефаник, потому что есть вещи, которые абсолютны. И ни от какого контекста они не зависят. И если президент, три президентши самых престижных университетов Соединенных Штатов Америки не понимают этого, я, конечно, отказываюсь признавать, что они не понимают. Это они увиливают, они уходят от ответа. Потому что, конечно же, эти хартии не разрешают этого. Но вопрос тогда такой, если они не разрешают, какого черта вы, президенты, это допускаете. Конечно же, к каждому из этих университетов и лично к президентшам были уже предъявлены иски со стороны еврейских студентов. Вот так обстоят дела. Теперь, а как обстоят дела в Белом доме? Еще задолго до 7 октября этого года, в мае этого года, вышел документ, который называется «Национальная стратегия США по борьбе с антисемитизмом». Это весьма обширный документ. Там, наверное, страниц 60. И это очень интересный документ. Вы его можете найти на сайте Белого дома. Очень интересный. Почему? Потому что он вам дает историю антисемитизма в Соединенных Штатах Америки. Он рассказывает. И, мало того, он начинается с того, что Байден... Значит, Байден в нем говорит, что когда я решил участвовать в президентских выборах? Тогда, когда произошел Шарлоттсвилл. Лена, ты помнишь, что такое Шарлоттсвилл? Я, конечно, знаю Шарлоттсвилл. Я помогаю очень часто. Да. Значит, ты помнишь, что там произошло. Значит, что там были демонстранты, среди которых были куклуксклановцы или люди, симпатизирующие им. Ну, и, соответственно, там были и оппозиционеры. И между ними произошла какая-то стычка. Трамп очень странно отреагировал на это. Как всегда, он сболтнул. Он сказал, не подумал просто, как это бывает с ним, с нашим любимым президентом. И он сказал, что там были приличные, хорошие люди с обеих сторон. Ну, нельзя такое говорить в Соединенных Штатах Америки. Что значит, хорошие люди со стороны тех, где также были куклуксклановцы. Я не сомневаюсь, что там были хорошие люди. Но об этом не говорят. Об этом не говорят президенты. Трамп, правда, оговорился. И он сказал, кроме тех, которые куклуксклановцы, какие-то радикалы, террористы, экстремисты. Но было поздно. И вот тогда, якобы, понятно, что это, я говорю, с достаточно иронией. И вот тогда, якобы, Байден понял. Нет, не участвовать в президентской гонке он теперь не может. Конечно же, он будет участвовать, чтобы сделать Америку, опять же, страну любви, дружбы и мира. И вот теперь он этим и занимается. И мы видим, каких высот любви, дружбы и мира достигла Америка сейчас при правлении Джозефа Байдена. Но также отмечается в этом документе, что антисемитизм вырос на 63%. И, как я сказал, это очень интересный документ, потому что там говорится и о деле Леона Франка. Леона Франка. Это 1913 год. И о том, какой был антисемитизм в Соединенных Штатах. Лена, ты знаешь, где я живу, да? Моя северная резиденция. Я живу в Кацкильских горах. Кацкильские горы, у них есть два названия. Еврейские Альпы и Борщевой пояс. Ну, еврейские Альпы говорят сами за себя. Почему Кацкильские горы, весь этот район называется Борщевой пояс? Потому что еще в 20-е годы здесь начали селиться евреи. Спрашивается, а почему вдруг евреи начали селиться в 100 милях от города Нью-Йорк, в наших местах? Да потому, что в городе Нью-Йорк они могли поселиться далеко не в каждом районе. Их не пускали в хорошие отели. Их не пускали даже на пляж. Они не могли устроиться на работу, то, что называется беловоротничковую работу. Бухгалтерами, адвокатами, менеджерами. Их не принимали. В стране царил антисемитизм. В университетах были квоты. Нобелевский лариат Ричард Фейнман не мог поступить в колумбийский университет. То есть не просто так. И об этом достаточно кратко рассказывает вот этот вот самый меморандум. Национальная стратегия США по борьбе с антисемитизмом, который вышел еще в мае за пару месяцев, за несколько месяцев до этих страшных событий 7 октября. Значит, что еще я могу сказать? Конечно же, в этом меморандуме говорится о методах. Вот они же говорят о стратегии. Что это за стратегия? Ну, конечно, какие-то бессмысленные будут попытки уже, наверное, где люди будут объяснять, что такое Холокост. Кстати, когда делали опрос учащихся, то оказалось, что 63% учащихся в Соединенных Штатах старших классов и даже высших учебных заведениях, 63% вообще не знают, что такое Холокост, а 10% считают, что Холокост – это что-то было очень страшное, и в нем были виноваты евреи. Совсем хорошо. Значит, разумеется, им будут рассказывать, что Холокост – это было очень плохо. В общем, короче, беда у нас с образованием, беда у нас с воспитанием, и у нас абсолютно непросветленные студенты и ангажированные профессора. Мы с тобой говорили, Лена, о том, сколько денег получают высшие учебные заведения Соединенных Штатов от таких стран, как Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, то есть арабские деньги. И, конечно же, никто не хочет лишиться кормушки, конечно же, профессора получают массу удовольствия от своей жизни, от грантов, от возможностей путешествовать за счет университетов, участвовать в бессмысленных международных конференциях. Почему нет? Это все делается на арабские и китайские деньги. И, разумеется, повестка дня тоже соответствующая отражена в их лекциях, в их разговорах, в личных встречах со студентами. Вот что я думаю, информация, которую я поделился. Борис, я парочку уточнений еще дам по поводу Шарлотцева. Это была провокация, там минимальное количество было куклосклановцев, там гораздо больше было людей, которые поддерживали конфедерацию. Это дети и многие конфедераты, и там в основном были флаги конфедерации. Там были чернокожие наши граждане, тоже которые пришли с флагами конфедерации. Помню, что 100 тысяч конфедератов было черного цвета, они сражались в рядах армии конфедератов. Но повод был совершенно другой, снос памятника, снос памятника главнокомандующему конфедерации, генералу Ли. Поэтому здесь, как у нас всегда делают левые, они смешивают все в одну кучу и вычленяют из этой кучи маленький фрагмент одного или двух человек, которые были, собственно, из куклосклана, забывая о совершенно другом поводе, который послужил вот этим беспорядком. Забывая о том, что провокации были анти-конфедератских групп. Собственно, они и были основными зачинщиками беспорядков. Когда мы говорим о Кацкирских горах, знаешь, я вспомнила, ты сказала о еврейском поясе, вот этом. Борщевом. Борщевом поясе, да. Но это дворято читается, потому что там украинцы тоже, у них союзимка там находится. Борщ это украинское национальное блюдо. Там они тоже находятся. Это, кстати, интересно, почему борщ ассоциируется с евреями, у американцев. И это называется борщевой пояс не потому, что здесь украинцы. Я знаю, потому что я знаю, здесь летние лагеря украинские есть. Но это только именно из-за ассоциации с евреями борщевой пояс. Может быть, но в тех же Кацкирских горах... Откуда евреи-то эмигрировали в начале 20 века? Ну, кстати, Польша, у них борщ есть, барщ. Польский барщ, это вообще подкрашенная зуба и подкрашенная жижа. Это не украинский борщ. Хорошо. И в тех же Кацкирских горах существует очень интересный лагерь. С 1923 года. Называется Киндерланд. Там идыш был сначала главным языком, а потом это совершенно левацкий, совершенно марксистский, большевистский лагерь, который воспитывает на протяжении всех этих лет, уже 100 лет, мальчиков и девочек еврейских, которые туда приезжают. И этот лагерь, который поддерживает Антифу, поддерживает БЛМ, его выходцы, его мальчики и девочки, которые прошли через хорошую социалистическую подготовку коммунистическую. Там тоже это находится. И тоже это, вот забей, пожалуйста, называется Киндерланд. Тоже находится в Кацкирских горах. Поэтому, когда мы говорим о том, что происходит и почему антисемитизм, я всегда говорила и говорю, евреи являются жертвами антисемитизма, а иногда её причинами. Когда ты читаешь Алинского, ты понимаешь, собственно, направление его мысли, но он деструктивен. И вот этот деструктивизм, который сейчас привносят наши левые евреи в количестве 28 человек, которые находятся у нас в палате представителей, я о Сенате не взяла. Там достаточно тоже наших евреев, которые, можно сказать, играют не на ту сторону истории. И вот эта статья, которую я тебе прислала, которая в Вашингтон-Пост, её написала дама по фамилии Клэр Финкельштейн. Она тоже написала эту статью, тоже рада, конечно же, за свободу слова. У меня всегда вопрос, свобода слова безгранична или она может быть очерчена? Когда ты подчеркнул вот такое понятие, как частный университет, а что у нас в частных университетах, в частных заведениях, в корпорациях, не действует Конституция Соединённых Штатов Америки, ты подчеркнул о статусе, о хартии, который есть. Но если эта хартия входит в конфликт с Конституцией Соединённых Штатов Америки, как быть вот в этом понимании, что можно и чего нельзя? Значит, прежде всего, Конституция США в биле правах, это регулирует отношения между, в основном, между Конгрессом США и Конгрессами разных штатов и человеком. Биле правах защищает нас всех от того, чтобы Конгресс принял законы, любой Конгресс, федеральный или штатный, которые ущемляют наши права. Кроме Конституции, есть ещё Федеральный кодекс Соединённых Штатов, в котором есть то, что называется Title VI, назовём это раздел VI федерального кодекса. Раздел VI запрещает любую дискриминацию на основании расы, этнической принадлежности, на основании любых признаков. Разумеется, когда? Ты скажешь, а при чём здесь вот дискриминация к призыву геноцида? Дискриминация в данном случае немножко притянута за уши, но распространяется, потому что вот те иски, которые были предъявлены и к университетам, и их президентам, они были предъявлены по разделу VI. Потому что та обстановка, которая создаётся в результате призывов к уничтожению, к геноциду, безусловно, выделяет какую-то группу людей, в данном случае евреев, то есть уже дискриминируют, выделяя их и подвергая их страху перед преследованием, насилием, либо самому насилию. Поэтому мы сейчас говорим не только о том, что там, скажем, на чьей стороне Конституция, но есть также федеральный закон. И этот раздел VI отменён никак не был. Он не является антиконституционным. Вот что я хочу сказать. Кстати, многие бизнесы, несмотря на то, что они частные, тоже не имеют. Если они открыты для широкой публики, они не могут Walmart или Target или там Костка или любой возьми там сеть супермаркетов не могут взять и написать евреям вход воспрещён. или только для белых. И потом сказать, секундочку, мы частная сеть магазинов, что хотим, то и делаем. Нет. Коль скоро вы открыты для торговли в публичном пространстве, вы не можете дискриминировать. В Конституции ведь и в Биле о правах не говорится ничего о вообще дискриминации и не говорится ничего о том, как человек защищён от дискриминации. Слова нет на эту тему. Но для этого есть федеральные законы. Так вот. А ты помнишь пару, которые, кондитеры, которые отказались печь? Как? Разве я и могу забыть? Да. Их много уже этих кондитеров. Но, кстати, они же оказались правы. Они сказали, это наши религиозные убеждения. Это идёт вразрез с нашими религиозными убеждениями. Они выиграли суббит. Да. Лена, смотри. Всегда, когда мы говорим о законе и о том, как этот закон применяется, несмотря на то, что наши наименее интеллектуальные слушатели никак не могут взять в толк, что законы, которые выдуманы человеком, отличаются от законов, которые выдуманы Творцом, Господом Богом. Если вы упадёте со стометровой высоты, вам конец. Почти всегда. Но в юриспруденции законы действуют иначе. Это не закон притяжения. И в этом и состоит вся суть юриспруденции. Что у каждого дела есть свои обстоятельства. И не надо мне рассказывать про закон, что дышло. Если вы не понимаете суть, то вы этой поговоркой свою темень, тьму, не знаю, не закройте. Постарайтесь понять, что в каждом случае Верховный Суд США может принять своё решение. И мало того, в таком-то году он сказал одно, а в таком-то другое. когда аборты запретили, а сейчас потом вроде разрешили, а потом опять немножко прикрутили. Вот так работают законы. Вот так. И поэтому бывает, что многие невиновные сидят, а многие виновные на свободе. вот так. Такова суть юриспруденции. И в Соединённых Штатах она на более высоком уровне, чем где бы то ни было в мире. Уверяю вас. И даже тот факт, когда, несмотря на то, что мы говорим, и там судья Эн Горан против Трампа, и судья Таня Чуткан против Трампа. Ужасно. Плохо. Но тем не менее, всё-таки до сих пор эта наша судебная система работает. Иногда шатковалка, но работает. И это доказывает даже сегодняшний день. Поэтому тех, которые понимают, я прошу не отчаиваться, в суде всё-таки ещё можно добиться справедливости. Не всегда, не всегда, не всегда. Я надеюсь, что Трамп добьётся справедливости. Но вы видите, как это трудно. Каждое ходатайство в суде, по нему идёт спор. И, конечно же, судьи люди. Они, судьи, к счастью или к сожалению, не обладают искусственным интеллектом. Это не компьютер, в который ты закладываешь данные факты, и он тебе выплёвывает. Виновен, не виновен. Нет. У каждого судей есть свои пристрастия, симпатии, мнения. Понятно же, что Таня Чуткан антитрампистка. Понятно же, что судья Эн Горен антитрампист. Они чуть ли не ещё до суда обещали Трампа засудить. Прокурорша так уж точно. Борис, смотри, есть обратная сторона медали. Вот всё, что ты говоришь, вот эти мальчики. Я же об обеих сторонах и говорил. Да, мальчики и девочки эти, они просто тупые, безграмотные. Им задавали вопрос. Был вопрос, который самый показательный. Что такое, от какой реки до какого моря вы хотите свободы в Палестине? Ни один из них не смог сказать, о чём это вообще. Вот о чём уровне мы говорим. Когда мы говорим, а кто вообще президент Израиля первый? Они называют Ясер Арафат. Это мы говорим об уровне вот этих людей, которые выходят с этими куфиями и сочувствующие им. Безграмотная стадия. Вот такой вопрос. А допустим, мы им проведём лекцию, 10 дней интенсивного курса истории Израиля. И вот они на 11 день уже знают и всё, и про герцога, и про Голдумейер, и про Мошеда Яна, и Левия школа, и всё-всё-всё знают. И о том, что это от реки Иордан до Средиземного моря, а не от Амазонки и до Карского моря, не в этом дело. Ты думаешь, это что-то изменит? Нет, конечно, это не изменит. Конечно нет. Матерь впитывает ненависть. Конечно нет. Знаешь, что это изменит? Здесь эти лекции надо проводить среди профессорского состава, который такой же тупой. Когда мне говорят о профессорском уровне преподавания, мне всегда хочется задать вопрос, а этот человек какую диссертацию свою писал, на какую тему? И если вы увидите гендерное равенство и ещё что-то в этих университетах Лиги Плюща, бегите подальше от этих университетов. Это давно уже не те университеты. Мы говорим о большой науке, это большая наука, даже Джонс Хапкинс подчинена Всемирному экономическому форуму. И Билл Гейтс там оплачивает это всё, а там один из самых серьёзных медицинских факультетов. Отсюда мы имели то, что мы имели. Вы когда смотрели все исследования начиная с 20-го года, потому что происходило в мире, там всегда стоял как написал, как решили учёные университета Джонс Хапкинс. Это один вопрос. И второй вопрос мы сказали с тобой об обратной стороне медали. Три университета отчитались. Они сидели и рассказывали представителям трёх университетов, почему они принимают те или иные решения. но этих университетов во всех Соединённых Штатах Америки не три, а гораздо больше. Около ста университетов вот таких очень серьёзных и важных, которые стоят на антисемитской позиции. Я думаю, гораздо больше, чем 100. Я говорю о тех серьёзных, которых хотя бы люди названия могут произнести. Но у нас есть ещё университеты государственные, федеральные, с полным федеральным обеспечением. Эти университеты проводили даже в Нью-Йорке вот эти марши, эти абсолютно беснования, которые проходили у них в кампусах. В кампусах ты когда-то сказал, если они не в кампусе, это одно, это в кампусах происходило. Бруклин колледж, это происходило на Стетен Айленде, это во всех абсолютно Кинсборо колледж происходило. Это всё они имеют финансирование. Как требовать лишения финансирования этих университетов? И поможет ли это восстановление вменяемости? Вот у нас наш... У нас как требовать... Да, писать петиции, письма, чтобы их подписало как можно больше людей, писать куда угодно, потому что есть же финансирование из казны идёт, а есть финансирование частных лиц. Значит, узнать, кто доноры, писать им. Какие-то доноры отозвали свои деньги, какие-то нет. Писать этим донорам, которые не отозвали... У нас государственное финансирование, то есть из нашего с тобой, кошелька, петь калорий... Иначе писать своему конгрессмену, своему сенатору. А как иначе? Другого способа нет. Нет. Дать знать своему конгрессмену, что мы против. Дело в том, что поскольку мы ничего не делаем, республиканцы, или гораздо меньше делаем, не все, не все республиканцы, но мы гораздо меньше делаем, чем демократы, те не ленятся, те дали знать, и те гораздо... Демократы гораздо более активно работают, чем мы. Гораздо более. Ты знаешь, я не люблю губернатора штата Нью-Йорк, Катти Хоку, ее не за что любить, левачка, но при всем при том, она в субботу написала письмо, предупредила колледжа, что будут лишаться, попадать против них иск, если они не смогут справиться с антисемитизмом. Я их видишь? Я просто, знаешь, как говорится, я забрасывала два месяца тому назад, а сейчас она наконец-то прозвучала. Эта фраза не так все однозначно. Даже такая упоротая демократка, как губернатор со штата Нью-Йорк, а тем не менее, очень резко выступила против этих университетов и предупредила их, что да, будут действия со стороны штата Нью-Йорк. Да? А обратная еще раз сторона медали. Ты читал, наверное, что студентка НВЮ, ее лишили стипендии, ее лишили проживания в кампусе, ей не дают ходить на лекции. В общем-то, она подвержена обструкции по полной за то, что она срывала израильские плакаты, связанные с заложниками, израильскими заложниками, с именами, с фотографиями. Она их снимала, все это запечатлено, задокументировано, на видео есть. Вот сейчас бедная студентка. И сейчас журналисты находятся, которые защищают эту студентку и говорят о целой волне, которую развязали репрессии против пропалестинских студентов. Как быть вот с этой ситуацией? и считается ли это репрессиями, если эту девушку, ну, в общем-то, которая вела себя таким образом, наказали? Она показывала? Это ее свобода, слово, это или как? Да, да, да. Как ты считаешь? Я считаю, я считаю, ты понимаешь, я считаю, что ее заказали за выражение своей свободы слова, это действие по поводу выражения ее свободы слова. Если мы говорим о свободе слова как законе, как конституционном ее праве, она, собственно, ничего не нарушила, ты можешь подойти и сорвать. Это экономическое право, а не конституция, как в белях правах запрещает Конгрессу ограничивать эти права или лишать нас этих прав. А права наше естественные, они даны нам Господом, Господом, Богом. Дальше, есть ли у нее право сорвать эту листовку, тем самым выразить свое отношение к этой ситуации, к этому конфликту. Смотри, уголовный закон этого не запрещает, или это будет какое-нибудь мелкое, я не знаю, ерунда какая-нибудь. но Россия может свою политику иметь по этому вопросу. И они могут просто сказать, такие студенты нам не нужны. Вы нарушаете кодекс поведения студента университета, там, Колумбия, или какого-то другого. Ее же не в тюрьму посадили, ее выгнали, правильно? Она может, безусловно, оспорить это решение в суде. Одно из преимуществ американской судебной системы. И не сомневаюсь, что у нее найдутся адвокаты, и я еще не знаю, кто выиграет. В Америке бывает так, что, вот мы все знаем, есть у нас организация, которая называется ACLU, American Civil Liberties Union, Американский Союз за гражданские права. Абсолютно левацкая организация. Абсолютно. Противная нам с тобой, Лена, ну, до крайности. Что сейчас происходит с этой организацией? Кого она будет представлять и чьи интересы? Ни много, ни мало верховным людям. Нет, я не помню, сейчас, в Верховном Суде США или где? По-моему, чуть ли не Верховном Суде США. Она будет представлять NRA, National Rifle Association, самую правую, которая только возможна в Америке, организацию, которая, конечно же, ратует за свободу хранения, владения, ношения, использования, оружия, от, от, по-моему, мелкокалиберного пистолетика до убойных каких-то, я не знаю, чего, без всяких ограничений. Почему? Потому что ACLU, которая позиционирует себя, конечно же, не как леватская организация, а как истинный борец за наши конституционные, естественные наши права, они говорят, но нам все равно, кого прижимают, наших оппонентов или наших союзников, мы за конституцию, мы забили о правах, и мы будем бороться до конца даже за права своего противника, идеологического. В этом прелесть. Поэтому найдется какой-нибудь еврей, который будет антипалестинский, про нас, который скажет, а вот эту девочку, которая срывала, я буду защищать в суде. Почему? Потому что я свято верю. И в били о правах, и в конституцию, и вообще во всю нашу систему. Вот так она выражала, она никого не ударила, она никого не убила, ничего не нарушила, она просто сорвала листовку. Это что, листовка, мол, пропал ребенок? Нет, эта листовка не пропал ребенок, что кто-то не увидит лица, и потом не опознает эту девочку где-то на рынке, и скажет, вот она пропавшая, ничего подобного. Это заложники, которые захватили палестинцы. Он найдет аргумент этот профессор, или этот адвокат. Какой вред был причинен? кому это чистая символика, это свобода слова, как со стороны тех, кто повесил эту листовку на стол, так и со стороны этой девушки, которая ее сорвала. Согласна, Лена, или нет? Я сказала, что я согласна. Ну, так видишь, как тебя легко уговорить. Нет, ну, почему бы, мне не надо уговаривать, я как бы пытаюсь вникнуть в суть всего этого процесса переговорного. Две стороны, и это не физический закон, опять же, притяжение электромагнетизма или еще все-таки что. Знаешь, это как называется? Называется побеждает тот, у кого адвокат круче. Адвокаты и там, и там круче будут. Побеждает тот, который, конечно же, не круче, а тот, который найдет аргумент, причем аргумент не высосанный из пальца. Наша увертливость, гибкость, мышление и прочее, это все не в этом же дело, а дело в том, насколько адвокат изучит прецеденты, вполне возможно, что он обойдется, не обойдется прецедентами, пойдет дальше и изучит те прения, которые были между отцами-основателями, когда они принимали первую поправку, изучит федералистские записки о том, что говорили отцы-основатели, некоторые из них, которые участвовали в этих публикациях, этих федералистских записках, чтобы понять, что же они на самом деле имели в виду под свободой слова. И судьи или присяжные, в зависимости от того, какой это форум, судьи, если это дойдет до Верховного Суда США, примут то или иное решение. Вот так это работает. Борис, кстати, о Верховном Суде. Я пыталась, по-моему, в прошлой и позапрошлой передаче сказать о том, что Байден плевать хотел на решение Верховного Суда. И мы говорим сейчас об оплате частных студенческих займов, student loans. Он собирается все-таки оплатить. Частично хотя бы, но достаточно большие деньги. И несмотря на то, что есть решение Верховного Суда Соединенных Штатов Америки, которая четко определила эти выплаты неконституционные. То есть я нашим зрителям просто облачу, объясню. Вот существует оплата образования в Америке студентов. Очень большие деньги люди платят. Я знаю, сколько я платила за своего ребенка, но мы четко знали, сколько мы можем позволить себе заплатить и какую сумму ребенок возьмет сам, имея ответственность. Когда молодой человек берет деньги у государства, он отвечает, он должен их оплатить и вернуть обратно. Слава Богу, что наши дети все это выплатили, мы все выплатили, но другие дети просто набрали эти займы и теперь они хотят, чтобы мы с Борисом и все остальные американцы оплатили то, что они взяли. Вот есть решение Конституционное Верховного Суда. Эти решения нарушаются президентом. Как быть в этой ситуации? Я не читал этого решения. Или я мельком его рассмотрел, я его не помню, я не хочу комментировать, потому что решения не всегда однозначны, они могут что-то не запрещать. Это все, они могут сказать, хотя это там нарушает это или не нарушает это, однако это, поэтому я не хочу просто говорить на тему, которую я не изучал, не буду. Хорошо, ну может быть когда-нибудь обсудим, потому что на самом деле это интересная тема, как вот Верховный суд постановил, а Байден сказал нет. Байден и Конгресс, это уже твоя тема непосредственная, она последняя, которую я хочу сегодня говорить, Байден и Конгресс обсуждают изменения в иммиграционном процессе, который сейчас происходит, это связано с тем, что республиканцы в Конгрессе не согласны на те траты, которые предлагают якобы в оплате в оплату в общем-то помощи Украине и Израилю, на самом деле там совершенно все смешано в одну кучу, вот сейчас идут переговоры, республиканцы говорят о той проблеме, которая существует у нас на границе, на южной границе, и до тех пор, пока эти дыры на границе не будут залатаны, никаких 61 миллиарда или вообще 110 миллиардов, которые предлагает администрация Байдена, подписано не будут. Ты читал, что они, о чем они переговариваются, о чем они говорят? Сейчас говорить о том, какие программы они хотят уменьшить. Может ли это коснуться украинцев, поскольку речь идет о программе, одной из программ, которая подлежит сокращению, это humanitarian parole, это когда граждан определенных стран из гуманистических соображений на время пускают жить в Соединенных Штатах Америки, и даже эти люди могут получать определенные пособия, медицинское покрытие и так далее. и совсем недавно, чуть ли не то ли сегодня утром, то ли вчера, министр обороны Остин за закрытыми дверями встречался с рядом конгрессменов и сенаторов, и он им пригрозил, что если вы не одобрите деньги для Украины, я пошлю ваших братьев, кузенов, отцов, сыновей воевать туда, но он имел ввиду не то, что пошлет, потому что идут какие-то военные действия с участием Украины, с участием Соединенных Штатов, он имел ввиду, что проигрыш Украины военный неминуемо приведет к тому, что в войну вступит НАТО, а значит Соединенные Штаты. Сейчас здесь находится Виктор Орбан, ингерский лидер, президент, который тоже встречается с прямо сейчас, пока мы говорим, он встречается с американскими законодателями, а мы тоже за закрытыми дверями, чуть ли не один и тот же митинг у них, где он, думаю, что нет, конечно. Зеленский тоже приехал. Потому что он призывает к тому, чтобы вообще прекратить помощь. Он встречается с республиканцами, сенаторами и призывает их остановить помощь Украине вообще. Посмотрим, чем закончится дело. Но в свете того, что происходит, я сейчас даже не хочу обсуждать тот пакет иммиграционных реформ, который будет обсуждаться, который станет предметом торговли. Понятно, что сейчас идет торговля, политические игры между республиканцами и демократами. И несмотря на то, что большинство республиканцев, конечно же, за помощь Украине, несмотря на это, они чувствуют, что они чувствуют перед всего ответственность перед своими выборщиками. И понятно, что когда такая инфляция в стране, когда экономическое положение не самое лучшее, это Байден считает, что оно блестящее, на самом деле оно гораздо тяжелее, чем оно было при Трампе. И лишь и какие-то сто там или сколько миллиардов долларов из кармана налогоплательщиков, далеко не все с этим согласны. Мы с тобой можем быть республиканцами, но при этом осознавать, что война России и Украины это не местное событие, а это война глобального масштаба. и она будет иметь и уже имеет колоссальные последствия, в том числе для Соединенных Штатов Америки. И жители Монтаны, Небраски, Мизури, Мичиган, или я не знаю чего, они не скроются, они не спрячутся от этих последствий. Эти последствия могут коснуться кого угодно. Поэтому я считаю, что республиканские законодатели вместо того, чтобы идти на поводу у своих выборщиков, должны объяснить своим выборщикам о том, как необходимо помогать сейчас Украине и не просто помогать, где температура водички этой, которая туда льется, она даже чуть-чуть, она просто не холодная, но она не горячая, ее даже тепленькой назвать нельзя, а это должен быть мощный горячий поток, не нагретая эта история. Мало еще понимают, некоторые понимают, но маловато. Такер Карлсон просто этого не врубается, как и Орбан, он этого не понимает. Объяснять, объяснять, объяснять. Я также хочу закончить вот на какой ноте. Кевин Коуин сейчас в Соединенных Штатах, он приехал на месяц, он в январе опять летит в Украину. Что сейчас необходимо украинцам, я имею ввиду военнослужащим, это так называемые гипотермические пакеты. Наступили холода. Я хочу показать картинки. Вот такой пакет гипотермический стоит 135 долларов. И Борис, это как раз то, что ты мне присылал из вчерашнего. Вот посмотрите, вот раненого человека, вот таким образом сохраняет ему жизнь. Дело в том, что вот Кевин написал письмо, в котором он описывает, что происходит, когда раненого привозят. Обрабатывается рана. Если человек находится в холоде, сердце начинает медленно работать. Рана, для раны это очень плохо. Никакие процессы заживления не происходит. Человек, во-первых, может просто умереть достаточно. Эти гипотермические пакеты спасают жизнь. Да, они дорого стоят. Он состоит из нескольких компонентов. И разумеется, там элементы батареи, которые когда они там либо сломать, либо нажать, либо что-то, они начинают давать тепло. Это спасает жизни. И сейчас весь фокус направлен на то, чтобы закупить как можно больше этих гипотермических пакетов. И Кевин их повезет в январе в Украину. Каждый стоит 135 долларов. Я ни в коем случае не призываю каждого дать 135 долларов. По-прежнему мой девиз сколько можете. Спасибо за пять, за сто, за сколько может. но это необходимо, потому что та рана, которая не является смертельной, будет смертельной, потому что раненого просто не довезут до госпиталя. Первичная обработка, перебинтовка и все это временно. Нужно доставить на операцию человека. Его когда эвакуируют с поля боя, транспортируют в госпиталь, в нем сидит несколько пуль, не просто так. И если он будет переохлажден, он погибнет просто-напросто. Он погибнет. Кевин объяснял в письме, я не хочу повторять, потому что какие-то даже смеси, которыми покрывают раны, они при холоде не работают. Поэтому так необходимо, чтобы обеспечить теплом. И это, конечно, нужны там, я не знаю, сколько этих тысячи гипотермических пакетов, ну что, сколько сможем, столько и дадим. Сколько сможем спасти жизни, столько и спасем. Поэтому призываю, Лена, дай мой имейл, там где-то... там будет написано после зел. В описании, передачи все координаты Бориса, в описании все абсолютно есть. Зел или PayPal, если PayPal, отметьте Friends and Family, чтобы не тратить деньги на перевод PayPal. И спасибо заранее. Вот так. Спасибо, Борис, за твою работу. Спасибо вам, вы на канале Континент, спасибо за то, что вы нас слушаете. Хотелось бы, чтобы вы понимали еще, о чем мы говорим. Оставляйте комментарии и до следующего понедельника. В четверг я буду участвовать в международной конференции, юридической, разумеется, которую спонсирует Харьковский университет права имени Ярослава Мудрого. Мой доклад будет на тему война и международное право, поскольку Россия нарушила практически все положения международного права. Буду делать доклад на английском языке, но эта международная конференция, как я сказал, не будут принимать участие не только украинские юристы, но и немецкие, английские, американские. И когда-то университет права имени Ярослава Мудрого назывался Харьковский юридический институт, его окончили оба мои родители с красным дипломом после войны. Это заведение для меня особо дорого, мало того, они же издали на украинском языке мою книгу «Били о правах». И также ректор этого университета, покойный Василий Яковлевич Таций, презентовал мне копию личных дел моего отца и матери. Они сохранились еще вот с тех пор конец сорокового. Так что это я регулярно участвую в конференциях, которые организовывают этот университет. Слава Украине! Героям слава! Ам Израиль хай! Ам Израиль хай! Поддерживаем Израиль непременно. Это личное средство, которое Борис посылает, все мы посылаем. Так что до следующего понедельника. Всех благ. До свидания! До свидания!